Итак, если у вас есть Библию, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, в котором продолжают оставаться великие тайны взаимоотношений между Богом и Его избранным народом. Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется «Призванное к совершенству». И в связи с исследованием пути, ведущему нас к совершенству, мы обратились к исследованию пути, ведущему нас к Богу, как к своему жениху в образе пути Ревеки к Исаку. Рассматривая вещи серебряные, вещи золотые и одежды, которые подарил Елизер, домоправитель дома Авраамова, Ревеки, когда она дала согласие на брак с Исаком, мы стали рассматривать эти вещи как принадлежности для святилища, потому что на иврите слово «вещи» означает «принадлежности для святилища». Мы остановились на книге Завета, которая является предметом святилища, последним предметом святилища, которая была положена по правую сторону ковчега, а в частности на вожделенных плодах солнца, которые в виде благословений, содержащихся в этой книге, были положены на счет имени Иосифа. Мы пришли к выводу, что образно назначение, которое призваны выполнять вожделенные плоды солнца, это наделить нас правом и полномочием хвалить Бога. Псалом 148, стих 3. «Хвалите Его солнце и луна, хвалите Его все звезды света». Мы знаем, что на самом деле в Писании под солнцем, луною и звездами подразумеваются святые, входящие в категорию невесты Агнца, предназначением которых изначально является право выражать хвалу Богу в функциях света. Хвалить Бога – это дерзновение, основанное на истине крови Христовой и креста Христова, дающее право и способность поклоняться Богу в духе и истине или же призывать Бога. В силу чего дисциплина хвалы в Писании призвана охватывать весь спектр отношений между человеком и Богом, который призван протекать исключительно в формате поклонения. Учитывая спектр таких отношений с Богом, дисциплина хвалы по своей сущности представлена в Писании многозначной, многогранной и многофункциональной. Поэтому слово «хвалить» в Писании означает и имеет такие оттенки – это чтить и почитать Бога, славить и славословить Бога, восхвалять и прославлять Бога, представлять в поклонении доказательства своей праведности, сиять, излучать свет, светиться, перечислять имена и титулы Бога в поклонении, перечислять совершенные Богом дела, хвалиться Богом, оставаться и не покидать своего места в теле Христовом при любых обстоятельствах, быть верным своему призванию, изучать и восполнять желания Бога, отвергая свои желания в пользу Его желаний, доверять Богу и уповать на Бога все то, что Он обещал, Он может и исполнит. И чтобы исследовать самих себя, насколько наша хвала является результатом и проявлением вожделенных плодов солнца, мы взялись за основанием Солом 49 стих 23. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит Меня, и кто наблюдает за путем Моим, тому явлю Я спасение Божие». То есть практически здесь говорится о том, что спасение Божие будет даровано только той категории людей, которые приносят Богу жертву хвалы. Жертва хвалы, как акт истинного поклонения, призвана присутствовать во всех имеющихся аспектах искупления. Во-первых, в общении с Богом, которое происходит во время поклонения, в представлении совершенств Бога, явленных в святости, в получении защиты от Бога, от Его гнева, в получении от Бога победы над своими врагами, в получении обетований, выраженных в надежде нашего упования. Учитывая же, что хвала призвана приноситься в формате жертвы, то из этого следует следующее, что, во-первых, хвала призвана приноситься особым человеком, обладающим правом входить в присутствие Бога в достоинстве ходатая. Во-вторых, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься на особом месте, которое изберет Бог. В-третьих, хвала, как всякая жертва, призвана приноситься в особом порядке, в соответствии определенного содержания и в соответствии определенной последовательности, означенной в предписаниях особого устава о вхождении в освятилище. В-четвертых, посредством жертвы хвалы дети Божьи призваны подтверждать свое право на отношение с Богом. В-пятых, жертвы хвалы призваны участвовать в получении своевременной помощи от Бога. С благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. В-шестых, жертвы хвалы являются доказательством и некой идентификацией Царства Небесного в человеке. В-седьмых, жертвы хвалы являются атмосферой, в которой пребывает и являет себя Бог, и атмосферой, в которой Бог становится Альфой и Омегой нашего упования и нашего спасения. В Писании об этом факторе имеется множество свидетельств, и вот одно из них. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня? Далеке спасение моего, слова вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет в нем спокоения. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля. На тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они, и были спасаемы. На тебя уповали, и не оставались в стыде». Псалом 21, 2, 6. То есть, практически, несмотря на вопль, который продолжался день и ночь, Бог молчал до тех пор, пока человек не стал славить Бога за то, кем является для него Бог и что сделал для него Бог. И когда он стал перечислять, что сделал для него Бог и кем является для него Бог, Бог немедленно проявил себя. А посему жертва хвалы в вожделенных плодах от солнца может и призвано приноситься строго и неукоснительно в соответствии инструкций, содержащихся в уставах Господних. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим». Псалом 118, 171. Обратите внимание, из этого текста следует, что только тогда, когда мы будем научены уставам Божьим, только тогда у нас появится подлинная возможность приносить Богу жертву хвалы. В противном случае любая наша молитва будет отклонена или, как часто мы говорим, брошена в ящик, то есть в гарбич. Вы знаете, когда человек пишет заявление в какие-то высшие инстанции, то там написано, на какой бумаге должно это заявление и как оно должно быть оформлено. И если оно не на правильной бумаге, без соответствующего герба и неправильно написано, то его просто бросают в корзину с мусором. Только рассматриваются те заявления, которые соответствуют, то есть заполнены правильно. Неправильно заполненное заявление отвергается. Точно так же жертва, принесенная не в порядке установления Божьего, отвергается. Молитва такая не принимается Богом. Поэтому, если мы не будем научены приносить Богу жертву хвалы в соответствии установленных Богом уставов, то наша хвала будет, скорее всего, бросать Богу вызов нашей непокорности. И ключ к освоению стратегии жертвы хвалы практически как раз и находится во фразе, вот в этих словах. Когда ты научишь меня уставам твоим, то есть тогда я смогу приносить тебе хвалу. И поэтому эта фраза означает, пошлешь учителя и наставника. Вот когда ты пошлешь мне учителя и наставника, только тогда я смогу приносить жертву хвалы. Учиться быть учеником в соответствии твоих уставов. Когда я приму достоинство ученика и начну учиться в соответствии твоих уставов, и учиться надо тоже в соответствии уставов, а не так, как я хочу. Есть предписание, как учиться. Далее, научаться от уставов платить цену за ученичество. Когда я буду платить цену, установленную тобою за ученичество, Христос сказал, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Кто не делает этого и следует за Мною, не может быть моим учеником. То есть, практически только тогда я могу приносить жертву хвалы, когда я отверг себя и взял свой крест и последовал за ним. В-четвертых, это быть приученным действовать в пределах Божьих уставов. В-пятых, быть наставленным на путь уставов Божьих. Быть приготовленным к исполнению уставов. И седьмое, обходить кругом или вращаться вокруг твоих уставов, сосредотачиваться на них со всех сторон, или же сидеть вокруг уставов Божьих. Рассматривая назначение жертвы хвалы, мы одновременно рассматриваем и условия, или же цену, которую необходимо заплатить, чтобы приносить жертву хвалы. А также результаты, по которым следует судить и проверять самих себя, действительно ли мы приносим жертву хвалы, или же мы обманываем самих себя и вызываем на себя гнев Бога. Мы с вами уже рассмотрели шесть составляющих в назначении жертвы хвалы и остановились на исследовании седьмой, которое предписывает обходить кругом или вращаться вокруг уставов Божьих, или же сидеть вокруг этих уставов, в которых сосредоточена надежда нашего упования. Седьмое назначение жертвы хвалы может и призвано происходить не иначе, как при обхождении вокруг уставов Божьих, содержащих в себе наследие Божие. Вращение вокруг уставов, содержащих в себе наследие надежды, дарованной нам Богом, выраженных в конкретных целях и обетованиях, это одно из неизменных условий, дающих Богу возможность ввести нас в наследие нашей надежды. То есть, когда мы обходим, когда мы смотрим на эти уставы со всех сторон, только тогда это дает Богу возможность ввести нас в наследие нашей надежды. На предыдущих служениях мы в определенном формате или же в определенном содержании рассмотрели повеление, как пойти вокруг Сиона и обойти его, чтобы перечислить все башни его и все укрепления его. Затем, как обходить вокруг Иерихона, чтобы взять его и таким образом превознести то, что сделал Бог в плане нашего оправдания над тем, что сделал человек, чтобы дискредитировать своей праведностью праведность Бога. Затем мы рассмотрели условия, как обойти поле, полное сухих костей, чтобы воскресить в своем сердце и вывести из гробов те обетования, которые мы похоронили в силу нашего невежества. Затем мы рассмотрели, как обойти вокруг Вавилона или как выстроиться в боевой порядок вокруг Вавилона, чтобы разрушить в своем сердце смешение человеческого с божественным. Сегодня мы рассмотрим наследие надежды, дарованной нам Богом, содержащейся в предписаниях его устава, вокруг которых мы призваны обходить, а затем сидеть. Это престол из 4 главы книги Откровения, который стоял на небе. Давайте прочтем это место Писания, Откровение 4, 1, 6. При том, почему мы пришли к этому престолу только сейчас, до тех пор, пока мы не обошли все башни укрепления Сиона, пока мы не обошли вокруг Иерихона, пока мы не обошли вокруг поля полного костей и вокруг Вавилона, мы не могли сидеть вокруг престола. Очень важно. После сего я взглянул. Это 4 глава с 1 по 6 стих. После сего я взглянул, и вот дверь отверстия на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, взойди сюда и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. И тот час я был в духе. И вот престол стоял на небе, а на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню Яспису и Сардису, то есть Сардалику. И радуга вокруг престола видом подобная Смарагду. И вокруг престола 24 престола. А на престолах видел я сидевших 24 старца, которые обличены были в белые одежды и имели на головах свои золотые венцы. И от престола исходили молнии и громы и глазы. И семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божиих. И перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. Разумеется, что нам достаточно хорошо известно, что образ 24 старцев, сидящих вокруг престола на 24 престолах, и образ четырех живых существ, исполненных очей спереди и сзади, находящихся посреди престола и вокруг престола, это образ младенца, восхищенного к Богу, из 12 главы книги Откровения в лице невесты Агнца. Или же образ людей, позволивших Богу искупить их кровью, креста Христова, и сделать их царями и священниками Богу. Именно так они говорят сами о себе, и так они называют себя. Откровение 5, 6, 10. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть – семь духов Божиих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали пред Агнцем, «Имея каждый гусли и золотые чаши, полные фемиама, которая – суть молитвы святых». И так 24 животных и 24 старца имеют гусли и золотые чаши, полные фемиама, это молитвы святых, и они падают пред престолом. И вот смотрите, что они говорят о себе. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». То есть, как видите, 24 старца и 4 живые существа называют себя, во-первых, искупленными кровью креста Христова из всякого народа, колена и племени, и, во-вторых, что именно заклонный Агнец соделал их царями и священниками Богу. При этом нам также достаточно хорошо известно, что искупленные кровью креста Христова не все позволяют Богу сделать их царями и священниками Богу, а только немногие, потому что Святой Дух делает царями и священниками Богу только тех, кто платит соответствующую цену, выраженную в степени тотального посвящения самого себя Богу. И что для степени такого тотального посвящения всегда предшествует равнозначная степень тотального освящения, призванное совершаться строго в установленных Богом уставов. И что время действия такого освящения определяется уставами Бога длиною на всю жизнь. 1 Фестолынкицам 4, 3, 8. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Потому что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили, вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог к не нечистоте, но к святости. Итак, непокорный, непокорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа своего святого». Здесь описывается освящение. То есть, каким образом производить освящение? Как видите, только уже одно это место, а оно, кстати, не единственное, на голову разрушает и раскрывает и лживость, несостоятельность и ничтожность того рода освящения, которое в последнее время производится в формате так называемых энкаунтеров. Однако, несмотря на то, что вопрос освящения является частью вопроса, который выражает себя в том, чтобы обходить вокруг уставов, содержащих в себе обетование Божие, а затем и сидеть вокруг этого наследия, мы вначале сосредоточимся на престоле, который стоит на небе, и на сидящем на этом престоле, вокруг которого сидят 24 старца и 4 животных. Периодически Бог показывал в определенных видениях и раскрывал достоинства своего престола таким пророкам, как Исайя, Иезекииль и апостол Иоанн. Эти видения были настолько многозначны, величественны и в то же время загадочны и таинственны, что при чтении красочного великолепия интеллект святого человека просто приходил в полную растерянность, а его дух замирал и трепетал, желая постигнуть, что же хотел Бог сказать своему избранному народу, когда показывал ему свой престол. Притом эти престолы были абсолютно разные, не похожие друг на друга в этих видениях. Ведь если бы в этом не было никакой необходимости и смысл содержащийся в его престоле не преследовал какой-либо конкретной цели, связанной с делом нашего искупления, Бог никогда не стал бы показывать нам этого великолепия. Кстати, вот как говорит об этом сам человек, описавший это видение или это послание, адресованное к Церкви Божией. Откровение 1, 3, 6. «Блажен, читающий и слушающий слова пророчества сего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко, иоанн всеми церквам, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своею и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь». То есть нас, Иоанн говорит, что я и те, к кому он обращается, являются двадцатью четырьмя старцами и четырьмя животными, потому что они-то и есть цари и священники. В другом месте этот же апостол написал, Иоанна 20, 31, «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя в Него, имели жизнь во имя Его». Все Писание говорит и вращается вокруг Христа, чтобы мы знали. Все Писание, все обетования Божии вращаются вокруг Христа, потому что во Христе сосредоточено Царство Небесное и в Нем сокрыта величественная стать Церкви Христовой или сама Церковь Христова. Она обитает в Нем, а не вне Его. Поэтому до тех пор, пока мы не выясним, какое назначение призван исполнять престол, стоящий на небе в нашей жизни и какие функции он призван исполнять в нашем поклонении и в нашей вере, мы не сможем сидеть вокруг этого престола. При исследовании этого вопроса следует учитывать одну определенную закономерность, что для того, чтобы получить право и возможность сидеть вокруг престола, стоящего на небе, вначале необходимо было научиться ходить верою вокруг Него. А чтобы ходить верою вокруг престола, стоящего на небе, необходимо было научиться противостоять своей верою противникам этого престола. Потому что сидеть, это означает царствовать. И разумеется, чтобы царствовать, надо вначале научиться ходить верою, А чтобы ходить верою, научиться, надо вначале научиться противостоять верою, неверию, которая бросает нам вызов. Итак, какими же достоинствами наделен престол, стоящий на небе? И кто этот, сидящий на этом престоле? А также, какая связь существует между престолом и сидящим на нем? И какая связь существует между престолом и двадцати четырьмя престолами, стоящими вокруг этого престола и сидящими на этих престолах? Какое назначение исполняют четыре животных, находящихся посреди престола и вокруг престола, исполненные очей спереди и сзади? Какая необходимость обходить вокруг престола, стоящего на небе и сидящего на нем, чтобы потом сидеть вокруг него? Какими характеристиками необходимо обладать или какие условия следует выполнить, чтобы сидеть на двадцати четырех престолах вокруг престола, стоящего на небе? Пожалуй, вначале мы рассмотрим, чем является сам престол, стоящий на небе, для сидящего на нем. И какая связь существует между престолом и сидящим на нем. Только после ответа на этот вопрос у нас появится как желание, так и возможность заплатить цену посвящения, чтобы войти в категорию двадцати четырех старцев и четырех живых существ, сидящих вокруг престола, стоящего на небе. Как белый конь из девятнадцатой книги главы Откровения свидетельствовал и соответствовал достоинству своего наездника, так и престол, стоящий на небе, соответствует достоинству сидящего на нем и является свидетельством его славы и его величия. А посему рассматривать престол, стоящий на небе, отдельно от сидящего на нем, было бы крайне неразумно и недопустимо. При этом следует отметить, что престол или же характер престола, стоящего на небе и характер великого белого престола из двадцатой главы книги Откровения коренным образом отличаются друг от друга, имеют различные друг от друга цели и исполняют разные функции. Однако, прежде чем мы начнем рассматривать престол, стоящий на небе и сидящего на нем, нам необходимо будет нечто увидеть, нечто услышать и в нечто переместиться, а вернее исследовать некоторые условия, выполнение которых поможет нам определить цели и функции престола и сидящего на нем, чтобы затем сесть на этих двадцати четырех престолов, стоящих вокруг этого престола. Ведь увидеть это видение апостол Иоанн смог только после определенных событий. Вот смотрите, какие события. После всего я взглянул, и вот дверь отверстия на небе, и прежний голос, который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре», и тотчас я был в духе. Только тогда он стал видеть, согласно имеющихся условий, чтобы увидеть этот престол и уразуметь его цели и функции, необходимо увидеть отверстие на небе дверь, услышать прежний голос в звуке трубы и переместиться в свой дух и в дух Божий. Одновременно. Мы должны знать, что если бы это видение не предназначалось для избранного Богом народа, и если бы его невозможно было исследовать и постичь своим сердцем, оно, скорее всего, не было бы записанным на страницах Священного Писания. Учитывая, что все эти возможности относятся к измерению нашего духа, то пытаться постигнуть их своим интеллектом означает пытаться своим умом постигнуть ум Божий. И что такая попытка инкриминируется Писанием, как попытка взойти на небо выше звезд Божиих и вознести выше звезд Божиих свой престол в предмете своего ума, дабы сесть на горе в сонме богов на краю севера и быть подобным Всевышнему. Вот что означает, когда человек пытается своим умом постигнуть суть вот этих иносказаний. Итак, первое условие – это увидеть на небе отверстие дверь. Чтобы увидеть на небе отверстие дверь и престол, стоящий на небе, и уразуметь его цели и его функции, необходимо выполнить также некоторые условия, которые отражены во фразе «После сего я взглянул, и вот дверь отверстия на небе». Встает вопрос, после каких условий наше сердце, которое призвано являться святилищем нашего духа и одновременно местом престола Всевышнего, может получить возможность увидеть открытую на небе дверь. Практически, прежде чем апостол Иоанн увидел открытую на небе дверь, он получил определенное послание к Церкви Божией, находящейся в семи населенных пунктах Малой Азии, которые находятся на территории теперешней Турции. В этом послании Святой Дух сформулировал, «От чего мы должны отказаться, что возненавидеть и что осудить, а также что купить, во что одеться и что приобрести, чтобы видеть?» Без выполнения этих условий, выраженных в освящении, наше сердце никогда не сможет стать святилищем, в котором пребывает Бог, и престолом, на котором восседает Бог. То есть только после этого, когда произойдет вот эта фаза освящения, и когда мы поймем, после сего, вот то, что произошло после, нам надо обратиться туда, а иначе мы ничего не поймем. Если даже я и был, объяснял бы хоть каким бы языком, все равно мы бы не поняли, что это означает сидеть вокруг престола. Учитывая, что этот престол не только на небе, но что он одновременно и в нашем сердце. Что тот престол, который на небе, до тех пор, пока он не будет в нашем сердце, мы не сможем сидеть вокруг него. Давайте прочтем после, что произошло, что позволило Иоанну, а скорее не самому Иоанну, а Иоанн описывал, что позволит нам с вами, а также всем святым, нечто совершить, чтобы это увидеть, познать и быть участником и наследником этого. Откровение 3, 14, 22. Практически это послание церквам. Я прочитаю только одно, потому что приблизительно они все говорят о том, что Бог хотел бы, чтобы его народ что-то оставил. Бог обличал свой народ в чем-то, был недоволен. Да, он высказывал, у тебя есть то-то, то-то, но я недоволен. И если вот это то, чем Бог недоволен, не будет убрано, если мы не отречемся от этого, не изменимся, не осветимся, то есть не отделимся от того, что Богу не нравится. Мы не сможем увидеть своими глазами, они будут слепы, мы не сможем услышать, мы будем глухи и так далее. Итак, Откровение 3, 14, 22. И ангелу ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь. То есть Бог здесь называет себя именем Аминь, так говорит Аминь. То есть имя Аминь означает верный истинный. Здесь поясняется сразу. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Чтобы когда мы произносили слово Аминь, мы знали, что это слово Бога, означающее верный и истинный. Сочетание верности и истинности. Начало создания Божия. Здесь описывается имя Аминь. Значение имени Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. И вот посредством своего имени Аминь, Бог говорит, знаю твои дела, ты не холоден, не горяч, ой, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих, ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок и нищ и слеп и наг. Так, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю, и так будь ревностен и покайся. Се, стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил, и сел с отцом моим на престоле его, имеющий ухо, да слышит, что дух говорит церквам. То есть практически необходимо что-то победить, и только побеждающий может сесть на престоле, получить этот престол в своем сердце, в своем духе, на котором будет сидеть сидящий, а он будет вокруг этого престола вместе с этим сидящим. Результатом того, что человек не холоден и не горяч, является состояние, в котором человек начинает видеть себя в ложном свете, в котором он свет воспринимает за тьму, а тьму воспринимает за свет. И будучи несчастным, жалким, слепым и нагим, воспринимает и видит себя богатым или же самодостаточным и ни в чем не имеющим нужды. Если человек через наставление в вере, выраженное в обличительном слове, не увидит своего бедствия, то такой человек будет извержен из уст Божиих, что означает, что имя такого человека навсегда будет изглажено из книги жизни. Бесполезно молиться об этих людях? Бесполезно! Такая молитва будет приводить Бога в гнев, потому что эти люди сознательно отказались от этого обличения. Они отказались видеть себя в Божьем свете, они стали рассматривать себя сами. У них есть своя голова, свой интеллект, они говорят, я имею свою голову, у меня есть моя Библия, и я сам рассматриваю себя, где я. И они рассматривают себя в правильном свете. У нас все прекрасно и хорошо, это у вас все неправильно. Кайса из этого места мы не раз отмечали, что быть холодным – это быть мертвым для греха, а быть горячим – это быть живым для Бога. В то время как быть теплым – это быть живым для греха и мертвым для Бога. Причина такого состояния состоит в том, что в свое время человек принял в свое сердце Семя Царства Небесного и получил возможность слышать голос Святого Духа. Но когда пришло время выбирать между богатством тленным и между богатством нетленным, между плотью и Духом, его выбор пал на плоть, на богатство тленное. Не на выбор сердца, а на выбор интеллекта. Матфея 13, 3, 9 «И поучал их много притчами, говоря, вот вышел сейхель сеет, и когда он сеял, и ноя упала при дороге, и налетели птицы, и поклевали то». Ну, об этом мы не будем говорить, потому что это Семя даже и, то есть, ничего не произвело в этой почве, то есть, в его сердце. Птицы сразу поклевали его. И ноя упала при дороге, и налетели птицы, и поклевали. И ноя упала на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубокая. Когда же взошло, солнце увяло, и как не имело корня, засохло. А и ноя упала в тернии, и выросла терния, и заглушила его. Обратите внимание, они росли вместе с тернием, и выросла терния, и заглушила его. То есть, это говорит о том, что это Семя взошло, они его приняли, оно взошло. Но там были тернии. А иное упало на добрую землю, и принесло плод, одно во сто крат, другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши, слышит, да слышит. Итак, когда человек почитает себя богатым, будучи нищим, жалким и бедным, то это говорит лишь о том, что это Семя Царства Небесного попало в почву сердца человека, которое было поросшим молодой порослью терния, которое человек воспринимал в своем сердце как некую составляющую Царства Небесного. И вы прекрасно знаете, что сегодня почти во всех церквах благосостояние материальное ставится на уровень духовности. Если вы не обладаете материальным благосостоянием, то они вас объявляют, что значит, сатана имеет над вами власть, вы человек недуховный, и способность быть материально обеспеченным – это индикатор их духовного уровня и их правильных взаимоотношений с Богом. Это та составляющая, которую они называют, что это обетование Божие, которое мы должны взять, если мы его не возьмем, так что оно окажется у сатаны, а если вы у сатаны, то вас надо избавлять от этого сатаны. Вот как они проповедуют. Но однако мы видим, что тернии – это богатство ветшающее. Так Христос объяснил, что тернии – это богатство и заботы века сего. Это богатство ветшающее и заботы сего века, выраженное в том, как умножить эти богатства. А посему, чем больше разрасталась терния в сердце человека, тем меньше он мог различать голос Святого Духа от голоса Больстителя, которого представляли наш ветхий или теплый человек. И эмиссары мамуны – льстящие слуху этого теплого человека. Теплый человек с удовольствием будет слушать, как обогатиться и что это есть воля Божия. Чтобы осветиться в данной сфере, необходимо поменять свои приоритеты и расторгнуть свою зависимость от богатства земного в пользу зависимости от богатства нетленного. Мы имеем в виду зависимость от богатства. Не надо уничтожать богатство. Это благословение. Надо расторгнуть зависимость от этого богатства. Поэтому необходимо всегда осознавать, что тренные богатства сами по себе являются благословением, которое должно зависеть от нас и быть нашим рабом, и мы призваны им мудро управлять. Но как только мы попадаем в зависимость от этого благословения, оно немедленно трансформируется для нас в проклятие. Вот смотрите, другое событие Марка 10, 23-27. И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим, как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие. Ученики ужаснулись от слов Его. Вы представляете, что апостолы, когда услышали, что богатому трудно войти в Царство Небесное, они пришли в ужас. Иисус видит, что они пришли в ужас, но Иисус опять говорит в ответ им, дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою, кто же может спастись. Иисус, возрев на них, сказал, человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Представляете себе, что весь израильский народ, воспитанный на законе Моисея, воспринимал богатства, которыми их Бог благословил, потому что земля обетованная, в которой текло молоко и мед, все эти богатства воспринимались как благословения. И если их нет, то это было как прохлятие. И вдруг Иисус говорит обратное, вдруг Он говорит, кто надеется или кто вот богат вот этими земными благословениями, тот не войдет в Царство Небесное. Они недоумевали, пришли в ужас и говорят, а кто тогда спасется? Потому что они все были нацелены на эти богатства, они все были, как сегодня говорят, бизнесменами. Они все были купцами. Они все, как евреи практически, это еврейский народ, у него это в крови. Как процветать, как пускать в оборот. Они жили на этой земле, и вдруг Иисус перечеркивает все это и говорит, что если у вас это есть, то такой человек не может войти в Царство Небесное. Трудно ему войти. Они говорят, что же делать? Они ужаснулись. Но он говорит о том, что надежда на это богатство. Но если я не буду надеяться на это богатство, тогда, извините, я не буду к нему стремиться. То, что я буду почитать подлинным богатством, туда я буду стремиться, и там я буду пускать нечто в оборот. Поэтому ключ, который открывает двери на небе, чтобы мы могли увидеть стоящий на небе престол и сидящего на нем, это отречение от зависимости богатства тленного в пользу зависимости богатства нетленного. Не от самого богатства, повторяю, а от зависимости богатства тленного в пользу зависимости богатства нетленного. Это ключ. Способ такого отречения, мы его всякий раз провозглашаем, это приношение десятин в Дом Божий, в соответствии установленного Богом устава, который предписывает при приношении Богу десятин, прежде всего, искать Его Царство, не в материальных благословениях, а в Его праведности, в Его мире и в Его непорочной радости. Матфея 6, 33. Итак, ищите прежде всего Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам. Римлянам 14, 17, 18. «Ибо Царство Божие не пище и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе, а следовательно, праведность, мир и радость во Святом Духе – это и есть нетленное богатство. Кто с ним служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Римлянам 14, 17, 18. Итак, чтобы увидеть на небе отверстие двери престол, стоящий на нем, и уразуметь его цель и его функции, необходимо выполнить следующее условие – это услышать прежний голос в звуке трубы. Мы уже рассмотрели первое, чтобы увидеть. И чтобы увидеть, это нужно не зависеть от земного богатства, а зависеть от богатства нетленного, чистого, неувядающего, которое Бог сохраняет для нас на небесах и которое положил на насчет во кресте Иисусе. Если этого у человека нет, и если он мучается, страдает и желает, и недоволен тем, что имеет, то, разумеется, он никогда не увидит престола, стоящего на небе. А сейчас второе условие. Нужно услышать прежний голос в звуке трубы. Разумеется, встает вопрос. После каких условий наше сердце, которое призвано являться святилищем нашего Духа и одновременно местом престола Всевышнего, может получить возможность услышать прежний голос в звуке трубы, который мы слышали, прежде чем почва нашего сердца заросла терниями, и мы попали в зависимость от богатства земного. Нам достаточно хорошо известно, что способность слышать в своем сердце голос Святого Духа будет зависеть от устройства в нашем Духе определенной башни. Мы об этом очень пространно и часто говорим на служениях пятницы. На стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. Вакуума 2.1 Мы видим, что подобная башня определяет степень духовного возраста, который дает нам право входить в освятилище. И строительный материал подобной башни содержится в семи свойствах нашего Духа, которые мы призваны показывать в своей вере в предмете плода. А этому нужно научиться. Это не приходит само по себе автоматически. Этому нужно учиться и нужно платить цену. Это записано во 2 Петра 1.3.7 То есть мы должны показать в своей вере добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. Условия, облекающие нас, указаны всем свойств Духа, связаны с особой стратегией, как мы видим в видении войн Божиих. Откровение 3.11.13 Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон. И напишу на нем имя Бога моего, и имя града Бога моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющее ухо, да слышит, что да уговорит церквам. То есть для того, чтобы слышать голос, звуки трубы, нужно иметь башню в своем сердце. То есть способность слышать. А для этого надо победить древнего змея. Сама же стратегия в видении войн Божиих, как мы знаем, состоит в отвержении. То есть отвергнуть всякую толерантность или всякую терпимость к искажению истины и выступить против организованных сил тьмы, выступающих против нас, в лице нашего народа, представляющего мир, утопающий в грехах, в лице нашего дома, передающего нам греховное наследие наших отцов, в лице нашей духовной жизни, в ее плоских вожделениях, в лице нечестивых людей, продавших свое первородство, и в лице древнего змея, стоящего за всеми этими соединениями. А посему устройство такой башни в нашем духе возможно только в одном случае, если мы откажемся от собственной независимости от Бога в пользу зависимости от Бога, чтобы упразднить власть ветхого человека над своим духом. И цена такого отказа призвана производиться с силой нерукотворного обрезания орудием Креста Христова, в котором мы умираем для ветхого человека, а он умирает для нас, в лице мира, представляющего нас народ. Во-вторых, мы умираем для ветхого человека, в лице нашего дома, связывающего нас с греховной жизнью наших отцов. И, в-третьих, мы умираем для ветхого человека, в лице нашей собственной жизни, претендующей на независимость. И только благодаря такому разноплановому упразднению ветхого человека в его трех различных субстанциях или же в его трех различных измерениях мы получим средство для устроения в своем сердце башни, с позиции которой мы получим способность слышать голос Святого Духа в своем сердце. Условие третье. И тотчас я был в Духе. То есть, когда, то есть, вначале он заплатил цену освящения, было выполнено первое, второе условие, и только после этих условий, и тотчас я был в Духе. Если вы обратили внимание, то в предыдущих двух условиях действия Святого Духа происходили в нашем Духе. Однако в этом условии мы перемещаемся во Святой Дух. Нам достаточно хорошо известно, что когда Святой Дух находится в нас, то мы несем ответственность пред Богом, миром и преисподней, за представление Его интересов. Когда же мы помещаемся или же облекаемся во Святой Дух, то Он несет за нас ответственность пред Богом, миром и преисподней. Римлянам 14.17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Обратите, где Царство Божие находится? Оно находится во Святом Духе, в компонентах праведности, мира и радости. Из этого места Писания следует, что если мы не будем обличены силой Святого Духа, мы никогда не познаем и никогда не приобретем этих трех компонентов, которые определяют сущность и инфраструктуру Царства Небесного. Итак, вопрос, после каких условий наше сердце, которое призвано являться святилищем нашего Духа и одновременно местом престола Всевышнего, может получить возможность быть помещенным во Святой Дух или облечься во Святой Дух? Учитывая, что принятие Святого Духа и помещение во Святой Дух – это абсолютно разное действие, то встает следующий вопрос, является ли облечение Святым Духом неким спонтанным действием, независимым от человека, или же все-таки необходимо выполнить некоторые условия, чтобы оказаться во Святом Духе? Мы не раз сделали ударение на том, что если наша молитва не облечена во Святой Дух, она никогда не сможет оказаться содержимым золотой кадильницы, чтобы с молитвами всех святых воскуряться в присутствии Бога. А чтобы Святой Дух облег нашу молитву, она должна отвечать требованиям совершенной воли Бога, что означает, что она должна приноситься от лица, обладающего властью, входить в присутствие Бога, она должна приноситься в должное время, на должном месте и в соответствующем порядке. При этом следует отметить, что степень облечения Святым Духом может быть различной, в зависимости от степени посвящения человека и в зависимости от того дела, которое Бог в данный момент хочет произвести через человека. Силу этого облечения Святым Духом является многоплановым и многофункциональным. Так даже для того, чтобы приготовить сердце к слушанию благовествуемого слова, необходимо быть облеченным во Святой Дух. Если мы не будем облечены во Святой Дух, мы не сможем понимать Слово Божие, если, конечно, это Слово говорит посланник Божий, облеченный во Святой Дух. Мы можем понимать человека, который будет говорить нам душевные вещи, которые наш интеллект будет постигать. Но когда человек будет говорить вещи, которые исходят под воздействием Святого Духа, наш интеллект здесь бесполезен. А посему обличение во Святой Дух является спонтанным только отчасти. Тотчас я был в Духе. Мы готовим себя и приготовляем наше сердце, чтобы быть сосудом в чести. И выходим на торжеще, чтобы засвидетельствовать о своей готовности, что Он облег нас, чтобы Он облег нас Святым Духом для совершения того, что Ему угодно. То есть мы приготовляем себя, делаем сосудом чести, приготовляем и ожидаем, когда Он производит. Мы не знаем, когда Он произведет, куда Он пошлет и что Он нам повелит делать. Но мы должны быть приготовлены исполнить любое дело, куда Он нас пошлет. Вы помните, как Исаия, как Илья, люди, которые, и другие пророки все, надеюсь, так и было, они всегда ожидали. Они находились целые годы в ожидании, пока Господь их позовет. И потом Господь, наконец, заговорил, кого мне послать? Он говорит, Господи, вот и я, пошли меня. Человек должен быть готовым к посланничеству. Иногда люди приходят и сами устраивают свое посланничество. Я хочу делать то-то, то-то и то-то. Я принимаю от этих людей иногда то, что они хотят, и говорю, делайте. Но я также прекрасно понимаю, что это плоть. Почему я разрешаю? Потому что они находятся в состоянии неймана. Я вижу человека, что он недуховен. Он думает о себе, что он духовен. Он хочет что-то делать. Но он обыкновенный нейман. Под своим плотским желанием что-то делать для Бога он находит в себе то, что он хочет делать. И говорит, я хотел бы вот это делать. Я понимаю, когда грех опирается на неймана, и он говорит, когда я поклонюсь в доме Римана, то за такое поклонение да простит меня Бог твой. И сказал ему Елисея, иди с миром. Но до каких пор мы будем нейманами? До каких пор мы будем приходить и говорить, я хочу вот это или вот это? Нет, чтобы прийти и сказать, пастор, я готов на любое служение, куда вы меня пошлете. И я скажу, хорошо, я буду это иметь в виду. И когда Бог заговорит в моем сердце, куда вас послать, я пошлю вас. Но часто бывает, я вижу человека и говорю ему, брат, вы могли бы быть преддверником? Он мне говорит, Боже упаси, только не это, пастор. Все, что угодно, только не это. Я говорю, хорошо, иди с миром. Да мне этот человек вообще больше не нужен. Я ему говорю, что я хотел бы его видеть вот в этом, он говорит, нет, а я хочу вот этого. Так кто он? Конечно же, нейман. Но вы не можете быть нейманами всю жизнь. По времени вам уже нужно было оставить позицию неймана, младенчества и стать мужем совершенным. Достаточно идти на поводу своей плоти. Научитесь ждать. Поэтому это спонтанно и отчасти, потому что мы приготовили себя и ожидаем, чтобы быть готовыми. И, как я сказал, выходим на торжеще, чтобы засвидетельствовать пред Богом о своей готовности, чтобы он обрек нас Святым Духом для свершения того, что ему угодно. Давайте прочтем такое место. 2 Тимофея 2, 20-21. Мы говорим о том, и тотчас я был в Духе, то есть каким образом мы можем оказаться там. А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные. Помните, что на небесах будут только золотые и серебряные сосуды. Ни деревянных, ни глиняных там не будет. То, что позволяет Бог на земле, Он никогда не позволит на небо. Поэтому, если вы, деревянные и глиняные нейманы, не трансформируетесь в золотые и серебряные, то горе вам. И так, как в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, имеется в виду вот от того, чтобы быть глиняным и деревянным, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Вы знаете, порой Бог может долго-долго наблюдать за такой готовностью, которая, с одной стороны, является пищей Бога. Вы знаете, что Бог наслаждается человеком, который держит себя в готовности, готов выполнять все, а ему ничего не дают. А он готов. Это великая пища Бога. Потому что он чувствует в себе мощный потенциал, действительный потенциал от Бога. Но Бог может задействовать этот потенциал таким удивительным образом, что вы можете даже не знать. Вы знаете, как Бог задействовал мой потенциал многие годы, а я не знал об этом. Я как-то говорил, я приходил в собрание, полным, наполненным им. Я необыкновенно любил Слово Божие. Я изучал его, размышлял. Я делал ночи бдения, не просто, а чтобы размышлять над Словом. Я не спал целую ночь, ходил и размышлял над Словом Божиим, молился и просил мудрости от Бога. И Бог давал мне откровение, и я приходил полным в собрание. И потом приходил опустошенным, ничего не говоря, просто сидя в хору, пел, приходил опустошенным. И я говорил, Господи, я больше не пойду в это собрание, я прихожу совершенно опустошенным. Человек выходит за кафедру, читает, во-первых, неправильно, ошибается с неправильной интонацией. То есть, либо все время в таком научном тоне, когда есть повествовательная интонация, есть разная, он не соображает, он не умеет ни читать, ни говорить, а потом начинает пересказывать, да еще так пересказывать, что первоклашка лучше перескажет. Вот им дают, вот прочитают историю, а потом говорят, а теперь выйди к доске и перескажи то, что ты прочитал. И он своими словами пересказывает. Так вот эти первоклашки иногда, некоторые, не все, конечно, но лучше вот этих проповедников. И, конечно же, я возмущался пред Богом, говорю, да я не пойду больше туда. Ну, проходила целая неделя, я опять заряжался, опять заполнялся, опять уходил и опять разряжался. И однажды я сказал, Господи, ну что это такое? Не ходить нельзя. Это твое место, где ты пребываешь. Но я прихожу туда вместо того, чтобы еще быть более благословенным, ухожу. И тогда Дух Святой заговорил ко мне, Сын, я тебе даю то, что ты за неделю набрал в себя, а потом, когда ты туда приходишь, я беру у тебя и даю другим, которые пустые, чтобы наполнить их. Это ты уходишь пустым, но кто-то уходит заполненным. Вы знаете, о чем я говорю? Не обязательно быть проповедником или кем-то. Если будете наполнены Господом и придете сюда, вы уже служите Ему. Он уже наслаждается вами. Он будет брать вашу полноту и распределять ее по людям, которые пришли с жаждой, пустые и сухшие, плачут, ищут Бога. И поэтому вы будете терять, они будут находить. Но благодаря этого у вас появится возможность заполнять себя свежим елеем, свежей манной. Если же вы откажетесь от этого, в вашей манне заведутся черви, и она вас смердит. Поэтому Бог долго может наблюдать за готовностью человека, и это является пищей Бога. А с другой стороны, в этой готовности человек сохраняет слово терпения Божие и остается в покое, пока Бог не обречет его для совершения какого-либо дела. Давайте я прочиту такую притчу, интересную, Матфея 21, 16. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников виноградник свой. И договорившись с работниками по динарию на день, послал их виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других стоящих на торжеще праздно. То есть это люди пришли, чтобы их наняли. Они готовы на работу, и они ожидают, чтобы их наняли. Это притча. Человек готов. И им сказал, идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам. Они пошли. Опять выйдя около шестого часа, и девятого часа сделал то же самое. Наконец выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздно. И говорит им, что вы стоите целый день праздно. Это самая благословенная категория, которая сумела простоять весь день и не уйти оттуда, быть готовыми работать. Вот я, возьми меня. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит, идите вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин винограднику, управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. То есть почему-то плата начало даваться не первым, которые пришли и проработали весь день, а последним, которые пришли и проработали только один час. Позови работников и отдай им плату, начав с последних. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше. Но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома и говорили, эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенешими тяга с дня и зной. Он же сказал в ответ одному из них, друг, я не обижаю тебя. Не за динария ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных. Вот что здесь страшно. Вы думаете, что вот те, которым он дал по динарию, они спасены? Ошибаетесь. Спасены только те, которые сумели целый день простоять и потом поработать один час. То есть иногда Бог долго готовит человека на день и час, чтобы потом задействовать его. И здесь говорится, что все эти многие это званные, а не многие это избранные. То есть умение ожидать, чтобы внезапно тот час оказаться в духе. когда вы готовы, Бог в любое время возьмет вас и тот час поместит в дух для того, чтобы что-то совершать. Потому что для того, чтобы стоять там, тоже нужно находиться в духе. Но мы говорили, что обличение Святым Духом бывает разноплановое, разное, и для того, чтобы совершить какое-то дело. А теперь, когда мы рассмотрели, после каких обстоятельств апостол Иоанн увидел на небе отверстие дверь, как услышал прежний голос, повелевавший ему, чтобы он зашел на небо, и затем, как он был обличен во Святой Дух, обратимся к исследованию престола, стоящего на небе и сидящему на нем, а также исследованию тех предметов и вещей, которые определяли сущность престола и сидящего на нем, назначение престола, цели престола и его функции. В противном случае, как мы можем сидеть вокруг престола, а вернее, выполнять свою роль в его назначении, если нам будет неизвестна его сущность и что он из себя представляет. Во-первых, этот престол стоял на небе. Во-вторых, сидящий на этом престоле видом был подобен камню Яспису и Сардису. В-третьих, вокруг этого престола была радуга, видом подобная Смарагну. В-четвертых, от этого престола исходили молнии и громы и гласы. В-пятых, перед этим престолом горели семь светильников огненных, которые суть семь духов Божиих. В-шестых, перед этим престолом находилось море стеклянное, подобное к кристаллу. В-седьмых, вокруг этого престола находились 24 престола и сидящими на них 24 старцами и 4 животных, исполненные честь впереди и сзади. В данном случае эти семь знамений указывают на сущность престола и на назначение престола, с позиции которой сидящий на этом престоле осуществляет функции престола. Сидящие вокруг этого престола это причастники этого престола, которые получили власть участвовать в его функциях. Итак, первое знамение престола и сидящего на нем это то, что этот престол стоял на небе, которое говорит о том, и означает о готовности выполнения его функции, потому что глагол стоять в данном случае означает хранить, охранять, соблюдать. Мы говорим о престоле, который будет в нашем сердце. То есть, если престол будет только на небе и будет в церкви, но у меня его не будет, тогда я не смогу сидеть вокруг него. Этот престол должен быть во мне. Это хранить, охранять, соблюдать, сохранять, сторожить, поклоняться или производить поклонение, вершить правосудие, утверждать награду, наделять полномочиями, лишать полномочий, ставить, устанавливать, утверждать, быть поставленным, выполнять, назначать, укреплять, восстанавливать, поднимать из руин, воздвигать, исполнять. Уже только эта фраза говорит о том, что этот престол, который стоял на небе, является видением судилища Христова. Это престол, это судилище Христова, пред которым всем нам, возлюбившим его явление, надлежит предстать, чтобы каждому получить соответствующее тому, что он делал, живя в теле, доброе и худое. 2 Коринфянам 5-10. И во всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Представшие на судилище Христова погибнуть не могут, а только могут быть лишены награды, потому что основание, на котором они строили, было верное. 1 Коринфянам 3, 11-15. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании? Обратите, основание правильное. Из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А чтобы устоять, надо, чтобы оно было и золото, и серебра. Огонь испытает, и тогда примеси золота, серебра уйдут, и останется чистое золото и серебро. А если это будет дерево, то оно просто сгорит. А у кого дело, которое он строил, сгорит, тот строил, то есть устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но как бы из огня. А вот когда явится великий белый престол, то от этого лица убежит не только земля, но и небо. Здесь, когда престол стоял на небе, а когда будет великий белый престол, то там небо не будет, небо сбежит. Великий белый престол там не будет. Это не судилище Христово, а здесь мы встречаемся с судилищем Христовым, на который мы должны все пристать. У белого престола цели и функции совершенно иные. И увидел я великий белый престол и сидящего на нем от лица которого убежало небо и земля и не нашлось им места. Откровение 20.11. Но мы не будем разбирать этот престол. Нам необходимо судилище Христово, потому что от этого будет зависеть, где мы очутимся и кто мы будем. А посему, чтобы престол, стоящий на небе и сидящий на этом престоле в святилище нашего Духа мог исполнить свои функции посредством нашей совести, нам необходимо бодрствовать во всякое время и молиться. Вот смотрите. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. То есть, практически, здесь говорится о том, что мы должны стоять, что такое стоять? это бодрствовать на всякое время и молиться, чтобы сподобиться, избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Разумеется, все будут бодрствовать, молиться, потому что, если у вас есть основания, вы уже будете бодрствовать и молиться. Но степень бодрствования и молитвы тоже будет различная. Те, кто будут строить из золота и серебра, их степень посвящения в бодрствовании и в молитве будет абсолютно иная. Можно молиться целый день, но по-разному молиться. Можно молиться целую ночь, но по-разному молиться. Иногда молитва человека, который молится один час, может быть сильнее молитвы человека, который молится днями и ночами целую свою жизнь. Потому что у него нет познания, как молиться. И он в этой молитве не знает, в чем он себя посвящает, насколько он от себя отделяет, насколько он готов выполнять то или другое дело. Поэтому молитва молитве рознь, жертва жертве рознь. Здесь говорится, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Но мы будем брать те вещи освящения и посвящения, о которых мы говорили, и когда мы вот с этими вещами посвящения молимся и готовы, вот тогда мы сможем предстать пред Сына Человеческого. Мы не погибнем, мы предстанем. Просто одни получат награду, другие будут лишены этой награды. Я не знаю. Я думаю, вы тоже не знаете. Мы не можем разуметь, а какую роль будет играть награда на новом небе и на новой земле? Видимо, какую-то роль будет играть эта награда. Вот скажите, какую роль играет награда здесь на земле для людей, которые имеют правительственные награды? Во-первых, они отличены особой почестью. Они приближены к определенным вещам, славы. Они живут лучше, чем живут другие. Нам кажется, что на новом небе, на новой земле все будут жить одинаково. Такого никогда не было и никогда не будет. Никогда не было и никогда не будет. Такое может быть только в ложных лозунгах коммунизма, что все должны жить одинаково. Поэтому и правители старались одеваться так, чтобы не слишком выделяться. Им не разрешалось много чего иметь, но они имели. Невозможно. Иначе Бог был бы несправедлив. Как Богу сравнять человека, который посвятил себя, и посвящение степень была великая, а у другого маленькая, и что он им одинаковую награду даст? Нет, конечно. Награда будет совершенно разной. И притча, которую мы рассматривали, что Динария всем, это не вопрос награды был. Это было другое. Там в этой притче он хотел показать способность соблюдать, сохранять терпение Христова. И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины, которая придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Учитывая, что наше время практически истекло, мы сейчас склоним наше колено, будем молиться. И если Бог даст нам такую возможность, и восхищение не произойдет на этой неделе, то мы продолжим, как сидеть вокруг престола и быть причастниками этого престола. Аминь. Будем молиться. Все желающие бросить вызов своей ветхой натуре, своему дому, своей национальности, осветиться, бросить вызов своим болезням, своим страхам. Мы ждем вас, Дух Святой, на этом месте, чтобы помочь вам преодолеть это все. Аминь. Будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, что Он желает, чтобы все вы, без исключения, оказались вокруг престола, стоящего на небе, и чтобы вы получили самую высокую оценку, самую высокую награду, и что Он готов прямо сейчас начать свою работу с вами. Ваше сердце готово, глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, руки поднятые вверх. Он готов начать эту работу. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к тебе с моей мольбой, с моей зависимостью, с моим грехом, попранной честью, поруганным достоинством, раненым сердцем, обидой разъедающей. Прошу тебя, прости меня, омой меня, очисть меня. Я ненавижу зависть в моем сердце, я ненавижу обиду. Я хочу по слову Твоему прямо сейчас отречься от этого. Я прощаю, моих обидчиков, точно так же, как Ты простил меня. Я употребляю мою волю, мой разум. Прошу Тебя, исцели мою раненую эмоцию. Я каюсь в том, что позорил Твое имя и не представлял Твоих интересов, Твоих интересов в своей одежде. И моя одежда являлась поводом низких инстинктов, возбуждала их. Прости меня. Я прошу Тебя, обрати на меня лицо Твое. Я хочу сидеть вокруг престола Твоего. Я хочу жить с Тобою и Тобою. Я верю, что Ты это можешь. Поэтому и пришел к Тебе. Я услышал Слово Твое, и я принял его в мое сердце. Да произведет оно свой плод. Я отрекаюсь от зависимости материального состояния в пользу зависимости Твоего богатства. Я принимаю Твое богатство в мое сердце. Да будет благословено имя Твое в моей жизни. Да будет проклята болезнь в моем теле. Да оставит она меня. И да явишь Ты славу Твою надо мною. Во имя Иисуса Христа. Да придут на меня обетование сии, милости сии и исполнятся на мне. Поэтому прямо сейчас я хочу исповедовать моими устами, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь, да презрит на Тебя светным лицом Своим и помилует Тебя и додаст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч, одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все благословения неба, исцеляющие душу Твою, дух Твой и сердце Твое, исцеляющие тело Твое на Тебя и на потомство Твое и исполнится на Тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.